В предосенние дни В предосенние дни даже легкий прохладный ветерок с открытых просторов Черного моря кажется таким же, каким он был в дни боевых походов. И каждый камень на Севастопольском берегу для ветеранов Великой Отечественной войны Ивана Шенгура и Михаила Медведева стал святыней. Они, как и все моряки с эсминцев, торпедных катеров и подводных лодок, знают, что всегда в боевом строю рядом с ними несут вахту суда аварийно-спасательной службы. На них находятся водолазы, готовые прийти на помощь в трудную минуту. На всех флотах служат воспитанники водолазной школы. Она была создана в Кронштадте 5 мая 1882 года и была первой в России. Водолазный класс Здесь будущие водолазы изучают устройства и возможности подводной техники, своего оружия. Любовь к морю рождается трудом, отличным знанием военной профессии. Посмотрите, как тщательно снаряжают друг друга моряки. Это чувство ответственности будет сопровождать их все время морской службы. В школе они впервые надевают водолазное снаряжение. Впервые спускаются в нем под воду. Это первые шаги. И пройдет не один месяц напряженной учебы, прежде чем курсанты почувствуют себя под водой так же уверенно, как и эти опытные водолазы. Их научат спасать корабли, выполнять сложнейшие подводные работы. Водолаз универсальный специалист. Он должен в совершенстве владеть многими профессиями. А пока учеба. И этот пожар тоже учебный. Водолазы-спасатели должны уметь бороться с огнем на кораблях. На учебном корабле «Зангизур» Сергей Хитун готовится к первому глубоководному спуску. Этот ростовский парень решил посвятить свою жизнь профессии водолаза. Каждый спуск под воду это преодоление психологического барьера. Нет, это не страх. Это напряженная готовность справиться с любыми сюрпризами морской стихии. В паре с Сергеем Василий Бальжик. Работа на глубине обычный труд. Но он связан с большими нагрузками, опасностью, ответственностью за свою жизнь и жизнь товарища. Тугим корсетом вода обжимает тело. Каждые 10 метров давление увеличивается на одну атмосферу. Сергей Хитуна и Василия Бальжика с первым глубоководным погружением поздравил начальник водолазной школы капитан первого ранга Нестеренко. Опытный водолаз-воспитатель капитан третьего ранга Замула. У него всегда в запасе пара интересных рассказов о курьезных случаях из водолазной практики. О боевой и трудовой славе водолазов рассказывают стенды и экспонаты школьного музея. Полковник Феоктист Шпакович. Под его руководством школа воспитала не одно поколение военных водолазов. До Великой Отечественной войны 450 боевых кораблей и транспортных судов подняли со дна морей водолаза легендарного Эпрона. Это было время бурного развития водолазного дела, время настойчивого штурма больших глубин. Небывалое по тому времени погружение на глубину 140 метров совершил водолаз Иван Чертан. Говорит его сын Владислав. Это мой отец. Мне было 8 лет, когда он совершил это рекордное погружение на глубину 140 метров. Снаряжение, которым он спускался, сейчас спускается только до 60 метров. Я начал службу в 1944 году в годы Великой Отечественной войны рулевым на катерах Черноморского флота. Когда мне исполнилось 18 лет, я пошел учиться в учебный отряд и стал водолазом. Прослужив на флоте 30 лет, я в 1974 году уволился в запас. Но с работой водолаза не порвал. В настоящее время я работаю водолазным специалистом, руковожу сложными водолазными работами на глубинах до 100 метров. С начала войны и за 10 послевоенных лет из подводного плена было освобождено около 4 тысяч кораблей и судов общим водоизмещением более 2,5 миллионов тонн. Были обезврежены десятки тысяч мин, авиабомб и снарядов. На территории школы есть и такие уголки. КОНЕЦ КОНЕЦ Главная традиция водолазной школы. Каждый курсант должен посадить дерево в память об отцах и дедах, героических защитниках Севастополя. Как символы бессмертия горят огни вечной славы. Герой Советского Союза Иван Шенгур. На торпедных катерах он и его товарищи защищали Севастополь. Героические дела ветеранов войны вдохновляют новые поколения советских военных моряков на беззаветное служение социалистической отчизне. Боевые учения судов аварийно-спасательной службы. По плану учений эта лодка имитирует аварию и ляжет на грунт. Спасатели должны найти ее и оказать помощь. Говорят, что найти подводную лодку лежащую на грунте так же сложно, как иголку в стоге сена. Начался поиск. Он похож на поединок между подводной лодкой и охотниками за нею. С тем, чтобы затруднить поиск, провести его в максимально сложных условиях, экипажу лодки дан приказ не производить ни малейшего шума. поисковые силы нашли лодку и передали спасателям. На спасательном судне Казбек. 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 Теперь все зависит от боевой выучки водолазов. Своего товарища готовит к погружению водолаз Валерий Шемегон. До призыва на флот Валерий занимался борьбой, лыжами, плаванием. Но призывной комиссии сказали, что здоровье у него хоть в космонавты, хоть в водолазы. Под Казбеком на глубине 70 метров подводная лодка. Принимая на себя перегрузки, рассчитывая каждое движение, водолаз во что бы то ни стало должен выполнить задание, во имя которого спустился под воду. Задача первой пары водолазов – осмотреть корпус лодки и закрепить направляющий трос. Следующая пара водолазов подключит шланги подачи и отвода воздуха. Водолаз всем телом ощущает море. Исполинские силы воды мешают не только двигаться, но и дышать. На большой глубине водолаз дышит не воздухом, а кислородно-гелевой смесью. В колоколе, который плотно закрывается, водолазов быстро поднимут на поверхность. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА На палубе спасательного судна они перейдут в специальную камеру. Давление, под которым находился водолаз на глубине, постепенно снизится до нормального. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вторая пара водолазов готовится к спуску. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Говорит водолаз-глубоководник Валерий Шемигон. Водолазом я служу уже два с половиной года. До службы я работал в Киеве на заводе художественного стекла, машинистом стеклоформующих машин. До службы я о водолазах только в книжках читал, кино видел. За время службы очень часто ходил под воду. На 160 метров часто приходилось. На 160 метров так спустишься, над тобой толща воды огромная, давление. А ты ходишь по грунту, где кроме тебя и напальника никого нет. Такое ощущение почти как невесомость. Под водой каждое движение требует контроля. Или вот, например, смесь воздушного гелия, которой мы под водой дышим. Кажется, как будто пьешь ее, такая она густая, сама в тебя вливается. После службы хочу пойти работать водолазом. Специальность очень нравится. Молодые моряки в совершенстве овладевают специальностью, очень нужной народному хозяйству. Ведь на строительстве гидротехнических сооружений без водолаза не обойтись. На Казбеке готовят спасательный колокол. Им управляют водолазы-операторы. Колокол герметично присоединится к люку подводной лодки и затем поднимет на поверхность группу моряков-подводников. Через шлюзовки заходят в спасательный колокол. На палубу Казбека подводники выходят без проведения. Отсчет времени учений остановлен. Молодые моряки успешно сдали еще один боевой экзамен. Профессия водолаза справедливо овеяна славой. Это люди огромной отваги, выдержки, воли. Они готовы выполнить задания Родины в любых морях и океанах мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова